Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Эля. Я сегодня хочу сделать такого рода видео. Я вам сегодня буду показывать только одежду. То есть, это одежда из разных фирм, можно сказать, даже из сетевого маркетинга. Я вам пару вещей покажу. И покажу из китайских интернет-магазинов. И, конечно же, все ссылочки, всю информацию про эту одежду, где ее можно приобрести. Я вам, конечно же, оставлю в инфобоксе. Поэтому разворачивайте мой инфобокс, там будет много интересного. Итак, самое первое, что хочу вам показать, это, конечно же, одежду, которую я заказывала из компании Фаберлик. Кто просматривает мои видеоролики, вы уже знаете, да, что компанию Фаберлик я очень люблю. И я из компании Фаберлик заказываю достаточное количество одежды. Хотя мне один раз недавно поступил комментарий, знаете, с таким наездом. А почему вы только косметику заказываете? Почему вы не заказываете одежду? Вы что, бессовестная женщина? Почему вы одежду не заказываете от компании Фаберлик? Я долго смеялась над этим комментарием. Итак, две вещи будут из компании Фаберлик. Самую первую вещь, которую я вам покажу, вы уже видели в моем предыдущем видеоролике. И она очень многим понравилась. Я же, что хочу вам показать, это вязанный джемпер от Фаберлик с высоким воротом. Я заказывала, кстати, из детской серии, не из взрослой, а из детской серии, джемпер прямого силуэта с длинными рукавами. Я заказывала цвет ментоловый. Состав у этого джемпера 80% хлопка и 20% нейлона. Я заказывала себе в размере 164. Вообще, мой рост 162-163 см. И я ношу в обычной жизни 44 размер, 44-46. Когда я получила этот джемпер, я немножко была расстроена, потому что оттенок немножко не совпал с моими реалями. Ментоловый, я думала, он будет более нежный, более ментоловый оттенок. А он пришел ко мне более зеленого оттенка. Вот, когда я просматривала свое видео, когда я была в этом джемпере, этот джемпер на видео смотрится немножко по-другому. И этот оттенок, он какой-то уходит в бирюзовый оттенок. Но на самом деле, этот джемпер уходит в зеленцу. На видео, конечно, очень классный оттенок получается. Я бы такой оттенок купила себе. Но вообще, джемпер, да, этот вязанный джемпер очень мне понравился. Вот таким образом он выглядит. Здесь очень классный ворот. Я его вот таким образом подворачиваю. Очень уютный и очень комфортный материал. Классный. Сейчас я вам поближе его покажу. Посмотрите, какая вязка. Вязка очень мелкая и красивая. Вязанный джемпер в каталоге стоит 1299 рублей. А он мне обошелся немного дешевле, как консультанту, да. И поэтому я сейчас его одену. И вы посмотрите, как же джемпер на мне сидит. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее, что я заказала из компании Faberlic, я уже заказывала для своего сына. Моему сыну 17 лет. Он такой уже подросток, да. И я ему заказала из мужской серии одежду. Я заказала для него футболку в полоску с вышивкой. И я ему заказывала в 42 размере. У меня сын такой худенький, да. И вот таким образом эта футболка выглядит в каталоге. Эта футболка обошлась мне в 899 рублей плюс скидка консультанта. Но я, знаете, немного разочаровалась в этой футболке, потому что она выглядит не очень презентабельно, да. Вот таким образом выглядит футболка. Здесь, как вы видите, такая вышивка. Вышивка, кстати, мне очень понравилась. Она, знаете, такого хамелеонистого оттенка, серый, синий плюс зеленый. Вышивка такая плотненькая, хорошая. Но в остальном я недовольна этой футболкой. Сейчас я вам расскажу почему. Потому что, посмотрите, вот здесь, если вам будет видно, вот здесь так и было. Видите нитки? Это как будто бы некачественно прошито. И я, чтобы это все дальше не пошло, У меня машинка, к сожалению, сломалась. И мне пришлось вручную прихватить это все. Посмотрите. Вот видите, белые нитки. Это я уже подшивала, чтобы это все дальше не пошло. И я считаю, что за такую цену компанию Фаберлик, это, конечно, огромный минус. Потому что эта футболка стоит не 300 рублей и не 400 рублей. Она стоит практически 900 рублей. И, конечно, это непростительно. Рукава здесь длинные, рукава хорошие. У этой футболки состав 95% хлопка и 5% эластана. Поэтому она очень приятная, удобная. По мне, так такую футболочку носить только дома. Или, например, в качестве какой-нибудь пижамки. Или, например, когда дома прохладно. В принципе, мой сын доволен. И, конечно же, если мой сын доволен, то и я довольна. Сейчас вы увидите, как эта футболка сидит на моем сыне. В принципе, вот и все вещи, которые я хотела показать из компании Фаберлик. Спасибо за внимание. И я перехожу к тем вещам, которые я заказывала из интернет-магазина, который называется Ромби. Заказом из этого интернет-магазина я осталась очень довольна. Сейчас я вам покажу, что же я там заказала за небольшие деньги. И еще хочу отметить, что заказы приходят курьером. Это очень удобно. И заказ до меня доехал буквально за неделю. Я, конечно, была в большом шоке. Заказ пришел очень быстро. Все было упаковано. Все было чики-пуки. Итак, самое первое, что я вам покажу, это блейзер, от которого я осталась в полнейшем восторге. Я заказывала для себя блейзер. Ну, если кто не понимает, да, это такой удлиненный пиджак, можно сказать. Блейзер выглядит вот таким образом. Он отличного качества, отлично пошит. Посмотрите, какой классный материал. Очень гладкий и очень красивый материал. Я вот не помню состав этого блейзера. Посмотрите, здесь написано, что это размер М. И производство Китай. Этот блейзер очень хорошо пошит. Ни одной ниточки не торчало. Этот блейзер пошит очень интересно. Посмотрите, здесь какие рюши. Но эти рюши ни в коем случае не выглядят как-то по-бабски. Или как-то некрасиво. Хочу сказать, что в этом блейзере осенью и весной будет очень комфортно и тепло. Потому что здесь есть подклад. И плюс еще, по-моему, внутри есть какой-то материал. Будет очень тепло и комфортно. И хочу сказать, что в обычной жизни я ношу размер 44-46. И этот блейзер в размере М сел на меня просто идеально. И мне в нем очень комфортно. И я, конечно же, его буду с удовольствием носить. Он очень красивый. Хочу отметить, что у этого блейзера имеются вот такие пуговицы. И здесь есть настоящие карманы. Это не обманка. Очень мне понравилась эта вещь. Обязательно сейчас покажу, как же я в нем выгляжу. Следующее, что я заказала для себя в этом магазине, который называется Ромви, это вот такая толстовочка. Толстовкой я осталась абсолютно довольна, потому что у этой толстовки очень классный материал. Он очень приятный. И здесь вот такая надпись. Это, конечно, знаете, такой вот спортивный стиль. Но мне нравится иногда носить такой спортивный стиль. Здесь очень красивые такие белоснежные шнурочки. Толстовка сшита на 100% хорошо. Ни одна ниточка не торчала. Здесь на рукавах имеются вот такие полосочки. И вот эта надпись, это, знаете, такой вот прорезиненный материал. Думаю, что он будет очень хорошо держаться. И даже после стирки. Кстати, вот эту толстовку я уже спостирала. И с ней ничего не случилось. Конечно же, за такие деньги у нас ничего подобного не купишь. Вы знаете, я еще подумала, что такую толстовку можно носить и мальчикам, да, парням. Толстовочку я заказала в размере М. И она мне идеально подошла. Я, конечно же, вставлю, как я в ней выгляжу. И так, с китайским интернет-магазином Romwe мы закончили. И у меня еще остался один заказ, которым я, к сожалению, осталась недовольна. И это заказ из интернет-магазина, из китайского интернет-магазина, который называется Shein. Хочу сказать, что интернет-магазин Shein тоже очень быстро отправляет заказ. Заказы приходят курьером. И быстрая доставка у них довольно-таки. Все хорошо упаковано. Все там чинно и благородно. Но в этот раз я заказала такие вещи. Я не знаю, где были мои глаза, конечно. Но я заказала, во-первых, те вещи, которые мне не подошли по размеру. И, во-вторых, одна из них вообще пошита как-то вообще несуразно. И сейчас я вам все расскажу и все покажу. Этот заказ, к сожалению, для меня будет полнейшим разочарованием. Первое, что я заказала, я заказала для себя вот такую вот 100% хлопковую кофточку. И здесь так, в принципе, и написано, что это интернет-магазин Shein. Я заказывала кофточку в размере М. И вообще, по всем параметрам, да, размер М на меня садится хорошо. Но эта кофточка, я не знаю, что с ней не так. Она, во-первых, оказалась для меня короткой. А во-вторых, очень широкой. Вот, посмотрите. Но по ширине это явно не М. Согласитесь со мной. У этой кофточки внизу вот такие рюшечки. Я так понимаю, это тоже 100% хлопок. И у нее вот такие рукава. Здесь тоже такие рюшечки и 100% хлопка. Вообще, эту кофточку я бы с удовольствием носила, если бы она подошла как бы мне по параметрам. Но нет. Я, конечно же, примерю ее, и вы увидите. И эта кофточка довольно-таки теплая должна была быть. Но я ее, наверное, не буду носить. Хотя, вы знаете, материал и вот эти вот полосочки, вот эти рюшечки мне очень нравятся. Я, может быть, эту кофточку отдам в ателье, чтобы ее перешили. Потому что материал очень приятный. Вот, посмотрите, он такой белоснежный, 100% хлопок. И здесь, конечно же, торчат ниточки. Видите, вот какие-то нитки вообще левые. Если вы соберетесь ее покупать, конечно же, обращайте внимание на размер. И посмотрите, как она на мне сидит. Следующей вещью из интернет-магазина Shein я осталась еще больше недовольна. Это куртка, джинсовая куртка с подкладом из теплого материала. И эта куртка на рисунке выглядела очень классно. Я люблю такие вещи, такие двойные, да, спортивные. Я ее для себя заказала в размере М, но размер тоже для меня оказался неудачным. Потому что вот сама джинсовая куртка, она немного коротковата в рукавах. Я не знаю, что с ней не так. Но эта куртка состоит из двух этапов. Первый этап, это вот такой вот жилет. Внутри этого жилета вот такой вот флис. Он очень теплый и очень приятный. В принципе, вот этим вот жилетом я осталась довольна. И, кстати, моему сыну этот жилет тоже понравился. И он на него положил глаз. Говорит, что он у меня его заберет и будет носить. Ну, я, конечно, не знаю, будет ли на самом деле носить этот жилет мой сын. Но этот жилет на нем хорошо сидит. Вот это первая часть. Вторая часть, это вот такая куртка. Вы знаете, она уже лежит, проветривается, наверное, около недели. Но она все равно пахнет. Жилет абсолютно ничем не пах. Кофточка тоже абсолютно ничем не пахла. А вот эта куртка, она просто, когда пришла, она просто воняла. Я не знаю, что с ней не так. Но у этой куртки вот такие манжеты. И у этой куртки не работает вот эта вот застежка. Она не застегивается. Мне не понравился аромат этой куртки. До сих пор она воняет. Я ее не стирать, ничего не стала, потому что я ее не буду носить. И никто из нашей семьи ее не будет носить. Я заказывала в размере М. Куртка такого оттенка. Вот на камеру выглядит оттенок более-менее презентабельно. Но на самом деле, это оттенок какой-то серо-голубой, грязный. Торчат очень много ниток. Материал у этой куртки довольно-таки мягкий. Но он очень неудачный. Такого некрасивого цвета. Такое ощущение, как будто бы эту куртку носил рабочие на стройке несколько лет. А потом мне ее прислали. Но, конечно же, она не грязная. Но она вот такого вот некрасивого оттеночка. И, конечно же, она на мне сидит как-то несуразно. Я обязательно вставлю кусочек, как я в ней выгляжу. В принципе, вот и все, что я хотела вам показать. Надеюсь, мой видеоролик для вас был полезен. Если кого заинтересовала какая-нибудь из этих вещей, обязательно проходите в инфобокс. Там будут все ссылочки. Проходите, заказывайте. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Вы просто моей богини. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...